Алло. Алло. Здрасте. Видно? Да, слава Богу. Слава Богу. Как ваше здоровье? Да слава Христу. Я сейчас вот у родителей, возможно, появилась интернет, вроде хороший интернет. Хорошо. Вот, знаете, мы вот остановились на вопросе предыдущем, я его еще раз задам тогда. Вот. Антоний Великий и Сапожник. То есть в глазах Бога Сапожник был выше, чем Антоний Великий из Житии. За то, что смирял себя словами. Все спасутся, а я погибну. С другой стороны, Павел в послании к римлянам, глава 8. Ибо думаю, что нынешнее страдание ничего не стоит, сравнение с той славой, которая строится в нас. Там же называет себя чадом Божиим, там же, ибо мы спасены надеждой. То есть то и другое не противоречит друг другу. То есть как это вот? Противоречит. Конечно, мы за основания должны держать то, что говорит апостол Павел. У православных, благодаря монашеству, вот эти слова втиснулись. Грешные, многогрешные, супергрешные. И 40 раз подряд, Господи помилуй. Это все антиевангельское. Потому что мы спасены. Воззови ко мне, я услышу тебя. Господь говорит. Сколько потребовалось разбойнику, сколько потребовалось блуднице, в которой пришла ноги, отирала волосами. И когда апостол Павел пишет и говорит, в Каринфе, это самый блудный город был. Святым избранным. То есть мы очищены кровью Христа. А люди думают, я самоуничижением этим буду заниматься. А в этом кроется полная неверия. Да, мы грешники. Да, мы понимаем. Почему? По природе человеческой. Как я буду сегодня говорить, что меня Господь не спас, не омыл кровью свою? Но это самое настоящее отречение от Христа. И поэтому, когда Пимена Великого спрашивали относительно спасения, где вы будете, он говорит, там, где сатана. Это или действительно так, или он Бога не знал. Со словом Великих, допустим, Антоний Великий, Иларион Великий, было за всю историю только 17 человек. 17. И вот почти все они отвечают одинаково. Почему? А вот такой уклон пошел. И обратно вернуться, надо евангельское иметь православие. Апостол Павел говорит, единодушно подвязайтесь за веру евангельскую, не за православную. А по сегодняшнему, которое православие, нас тут надо счистить и кипятить со всех сторон. Ибо Господь поэтому допускает такие страшные испытания, миллионы голов отлетают. Причину-то надо искать где-то. Почему? Наша неверность Богу. Вот и все. Правильно, где апостол Павел говорит, желая разрешиться умереть и быть со Христом, что несравненно лучше. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Приобретение, а не ужас. Ну, филиппийцам 1.21, считаем мы. Ну, вот видите, как в житиях, то есть одно получается, да, а писание немножко другое. Это разные вещи. И поэтому утверждать то, что написал во-первых Дмитрий Ростовский, это я иной раз сравнивал с Гербертом Уэллсом. Это был фантаст такой, отличный у него, данные были писательские. И откуда он выдумал, он ни одного слова не доказал бы. Вот говорит прямая речь, казнят, ни одного документа с того времени нет, ничего. Ну, мы благодарны, я насчитывал 12 томов, знаю. У него это, может быть, процентов на 80. Это все он брал или откуда-то навеяло, или он просто сам сидел и выдумывал. Вот он пишет одно житие. И ночью ему, ну, не ночью, даже утром он говорит, я встал, но я ленивый, сам о себе пишет он. И прилег опять, и услышал, как колокол звонит, я встал, но за это время я увидел сон. Увидел человека, который подошел к нему во сне в этом утреннем, у них все тонкий сон, тонкий сон. И говорит, ты обо мне писал? А неправильно написал. Вот видишь, у меня здесь икра отрезанная, меня косой отрезали. А вот видишь, в боку рана еще, а ты это не написал. Он говорит, а кто ты? Он говорит, Орест. А он только что о нем писал. Это же самое было, когда писал мученица Варвара. Так это он упомянул, может, тысячи случаев один. Вот и все. Он ничего не имел под руками. Ну, прологи были, какие-то там еще чуть-чуть именей до него писались. Ну, оттуда взять нельзя, это было. Или вот 40 мучеников отмечаемых, 40 святых. И все имена перечисляются. Ни одного имени вообще история не сохранила. И он сидит, и какие имена греческие? У него реестр, календарь, он просто имена выписывает. Ну, а люди-то за чистую монету это принимают. А вопрос, хорошо ли он сделал, оговорку пускай сделает. Оговорку сделает, это хорошо. Это более живо воспринимается. Ну, допустим, я когда в школе учился, писал тогда Александр Александрович Фадеевна, писал молодая гвардия, в Краснодоне как там они боролись, а кто предатель. А сейчас пишут совершенно фамилии неправильно, и предателя не было. Все, теперь, сегодня уже разобрали по документам как. И вот Олега Кашевого взяли, там, он где-то пытался подняться, ему перебили руку, переломили. Он последнюю ночь перед расстрелом думает, вспоминает, как мать его Олешка Дролешка звала, и что... Его вывели, расстреляли. Откуда вы узнали, что он думал-то, думал-то? Ну, ясно, что автор выдумывал, сидел. Я даже ничего не знаю, понимал. Ну, а нужно это для художественного, вымысел человеческий. А Библия – это без вымыслов. Это откровение Божие. Все писание Бога духновенное. И вот видение сейчас, вот возьмите. Видение, какое? Икона, икона пришла, как одухотворенный предмет. Она явилась, на том месте монастырь строят, опять видение. А Павлу видение одно, явился муж магитонянин и говорит, приди к нам и помоги нам. Видения были на благовестие, а сегодня, наоборот, застолбить, как ногами все поставить, за стены. Ну, сравнивать-то не можем. Христос вчера сегодня во веки тот же. Если он один и тот же, почему видения-то все другие? И говорит, будут видеть царство сны и вразумляемые. Я говорю, ну, неоглупляемые. Сегодня-то одурели от этих снов. Какие были сны? Если сон был, этот сон разгадывался, как пророческий. Ух, а на выхода носор был, фараон, Иосиф разгадал сны. За этим стояла перемена исторических событий. Но сегодня совершенно к делу не относятся. Вот мне, алтайский наш приезжает архимандрит из Иваново города Амброси Юресов. Ну, он все на этих снах только. Ну, зачем тебе это надо-то? Такое образование, академию кончил, такой популярный, умница такой. И вот одна бабушка сказала, одна бабушка во сне видала. Ну, зачем? А Мень тоже, по-моему, что-то писал. Мень, Александр Мень, а снах, что-то у него книга какая-то была. Ну, вот, мы говорим об истине. Вот сейчас я только посмотрел, собрались там разные представители. Первые 10 серий вышли о Раскола Николая Достоля. О Сараблящевском Расколе. Фильмы. Фильм этот вышел, 20 серий Раскол. Видели, нет? Да. Вот. А когда первые 10 серий вышли, в это время собрались, а кто режиссер писал? Ну, Шевкунов Тихон, архимандрит, Сарабрящевский, кажется, Пеменоп Леонид. Ну, и там еще несколько человек, историк, преподаватель Духовной Академии, Московской Академии. И вот они рассуждают о том, что видно. Ну, рассуждают, я могу даже сказать. Они сидели, разговаривали, 40, кажется, 6 минут где-то у меня здесь есть даже. Написал. Ну, хоть это и не так важно. До одной секунды. И ни разу, нигде слово Христос, Библия не поминают. И вот она начинает, какая причина этого раскола, да вот это событие, какие там. Причина одна, у Бога это занаряжено. Вот я бы был там, я бы сломал эту режиссуру им. Я бы сказал, раскол произошел потому, что главного не знали. Христа не знали, Библии не знали. Они начинают, вот как подобраны актеры, как вот они играли, там, Крутиков, кто этого, Аввакума. И вот они сидят, перебирают, совершенно мирские люди все. И даже старообрядческий священник, он не говорит по сути. Даже фильм, я посмотрел все 20 серий, нигде не видно, что Никон был более духовный, чем Аввакум, или Аввакум духовнее Никоном. Нигде нет слова о благовестии, о Евангелии распространениях. Псалтюрь знают, потому что по ней молились. Все на этом. Они не знают евангельского пути совершенно. О чем сегодня растужать? Мы к этому опять подошли. Они аналогии ищут, а что это будет? Вот там склониться, куда Богдан Хмелицкий. Вот сидят, колобродят просто. Я сейчас до конца добил этот ролик. Прямо, ой-ой-ой. Сел, хотел написать, думаю, бесполезно. Кабы в личном присутствии. Ты говори о Христе и о Священном Писании. Все на этом. Говори о водительстве Духом Святым, о рождении свыше. А это, ну ладно, была. Не такая была бы реформа, не было революции. Ну какая разница, жили, полный достаток. Ну, говорит, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. В достатке к червям корм. Ну, почему они дальше-то не говорят? Даже слово Христос ни разу не помянули нигде. Как будто его не существует. Вот и все. Отошел. Говорите. А вот Дмитрий Смирнов, он, по-моему, Акафис Пресвитой Богородицы еще написал. То есть вы как-то там просите. Я тоже, у меня был Акафис, мне подарили его. Я вот так вот весь прочел, ну как там молишься, когда тебя... Ну что-то вот у меня как-то такое сомнение у меня перебыло. То есть это Богородица, Псалмы, а Богу, то мы когда Псалмой будем надеться. А что там вам вызвало это недоумение-то? Псалтирия? Нет, вы считали, какой Псалтирь Богородицы? Да, да, Дмитрий Рас... Это ересь. Это ересь, сумасшествие. Все, что написано в Псалтире, они повернули к Богородицу. Это богохульство. Дмитрий считал, ему надо родиться свыше. И если вопрос, да как это может так? Я, Господь, и нет иного, и славы моей никому не дам. Богородица особая честь. Но не надо залазить дальше. Католики пошли, она бессеменна защита, и Аким это не отец совсем. Ну, конца края-то нет. Вот почему человеку нельзя давать ни капли заблуждения. Это он считал не Акафис, а Псалтирь Богородицы. Псалтирь, Псалтирь, да. Псалтирь, а вы сказали Акафис. Это безумие. Немедленно же сожги и руки помой. Ну, вот я сожгла. Как бы... Просто у нас бабушка, моего муза, она вот ей старец, рекомендовал Псалтирь. Она там что-то не каждый день. Я ей скажу, она не послушает. Ну, вы ей скажите. Вот, скажите по слову Божию, по авторитету. Я недавно посещал бабушек больных. Ну, вот, которая, она бывшая, чем наша. Не бывшая, она и есть. Она просто в церковь не ходит дома, ее батюшка причащает. Анна и через коридор Анна. То одна по мужу, а другая по жене, а не две Анны. И вот эта, ой, говорит, она такая верующая, она часа три только ночью молится. Но Библия не верит. А то наша-то, которая бабушка-то, Ельникова. Анна Кузьминишина. Вот. Я говорю, так ее надо позвать. Она через коридорчик. Так она не пойдет. Нет, она такая упрямая. Как же так, молится часами и упрямая. Я редкий гость. Когда уезжал, они знали, за меня молились. А что она верит? Она верит только, говорит, 15 глава Евангелия от Иоанна. Остальное все отрицает. Хорошо, зови ее. И она пришла. Пришла, веселая такая, радостная. А она-то думала, живет рядом с ней, она не пойдет. Видите, как меняется это все. Поэтому стали беседовать. Я постепенно подвожу к тому, что, вот смотрите, Святая Библия. Беру, а Библия лежит у Анны Кузьминишиной здесь. Я открываю ее и говорю, вот это вот Ветхий Завет. Вот это новое. А не два крыла у одной птицы. Жуанна настороженно смотрит. Я говорю, и горе тому человеку, который одно крыло обрубает. И дальше поясняю. Вот смотрите, Псалтырь. Мы же его признаем? Признаем. Я говорю, есть люди, которые говорят, Ветхий Завет не нужен. А Псалтырь-то в Ветхом Завете. И живые помощи отсюда. И дальше закон. Откуда он идет? Откуда идет закон-то? А вот показываю, откуда. Моисеев закон идет. Дальше пророки пророчествовали. Ну и дальше ссылаюсь. Я говорю, смотрите, вот Евангелие от Матфея. Дьякон выходит, ревет там, стоит Евангелие. Открывает, считает его. Вот родословно Иисуса Христа. Подряд идут герои Ветхого Завета. Авраам, Исаак, Иаков. Я открываю, от всех помаленьку уберу и гляжу. Она уже совсем. Я говорю, ну ладно, кто-то скажет это в Ветхом Завете. Ладно. Ну а в Новом Христос воскрес. Ученики его, когда шли в Эмавус, не узнали. И он стал им доказывать из закона пророков и псалмов. 24 глава Евангелия от Луки. Считаю. А из закона пророков и псалмов. Он зачем дает? Это уже Новый Завет начинается. Уже все, воскресший Христос. И он ссылается на Ветхий Завет. Потому что другого не было. Евангелие первое через 5 лет только появится у Матфея. Да и то иногда говорят через 7 лет. Но не в этом суть. Я говорю, видите как. А мы бы там рядом шли со Христом и сказали, О нет, это не Христос. Он Ветхий Завет берет. Мы бы его обвинили в псевдоиудаизме или как? Или в ложном понимании веры. Но это Господь Бог говорит. И дальше уже читаем. Евангелие от Иоанна. 5 глава 39 стих. Иоанн пишет. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Христос говорит. 5.39. Вот. Когда Господь говорил в Писании, следуйте. Никаких Писаний не было, кроме Ветхого Завета. И апостол Павел говорит, вникает в себя и в учение. 1 Тимофея 4.16. Занимайся постоянно. Нового Завета не было. Его просто не было. А вот это все появится от руки Павла. Он писал послание. Давайте посмотрим это. Гляжу, баба моя. Я говорю, вот теперь все. Ты поняла? Да, как так? Я говорю, теперь пойдешь на исповедь. И батюшке расскажи, как тебя сатана мучил. Он тебя против Святой Библии поднял. Ты встала против Христа. Гляжу, она совсем испугалась. Ну и вижу, ладно. Довел до нужной кондиции. Помолились. Я пошел. Это ничего не значит, что не верят там папа, мама. Ты спокойно разъясни. Сошлись на нужные места. На какие места? А вот вы знаете, что ли, да, или как? Ну вот я назвал, что апостолы отсылали людей к Ветхому Завету. А Новый Завет, само собой, 1 Петра, там 3.21, все Писание, да второе послание Петра, все Писание Бога духовновенное. Писали вы святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Духом Святым это означает, они взяли сило свое движимое, то есть Бог полагал им мысли. И потом все Писание для научения, для наставления. Вот читаем мы притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. И дальше говорит, не убавляй, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А участь лжецов в озере Огненном, 21 глава Откровения, говорит. Ни один лжец не войдет. Не прибавляй. Об этом, этим заканчивается книга Откровения. Не прибавляй, не отнимай. Это же в Таразаконе нам говорит 4 глава. Мы должны прислушаться, что нам Дух Святой говорит. Не самовольничать. Тем более мы христиане. Вот однажды открываю молитву о детях. И там вот есть такие слова. Первый раз я читала, как бы молясь. Там написано, что клянусь, там та-та-та-та. Я так сровно, ну я не стала это кляствовать. Я просто как у меня супор такой, ну как же я только вот читала на горной проповеди не кляствовать. Это молитва слов православных. Я стояла, наверное, минуту, думаю, как же мне сказать-то, надо что-то дальше. Ну, как бы постараюсь, сказала, но кляствовать нельзя. То есть обещаюсь, можно сказать. Обещаюсь, это же тоже как клятыш. Нет, это не то же. То есть я Богу обещаю. Почему? Я христианин, у вас будет да, да, нет, нет, да, да, это значит да, я приду, да, я помогу. Христос утвердил слово да. Да, да, означает да, сказал, я выполню да. Нет, значит, и не уговаривайте, нет, я обдумал, сказал. Да, это обещание. И крещение что? Обещание Богу доброй совести. Обещание, прямо говорится. Это 1 Петра, 3 глава, 19 стихи. Обещание Богу. И, ну, я против слова, это проблема, это, говорит, нерешенный вопрос. Все. И скинуть это нехорошее слово. Особенно слова такие, воцерковление, каноническая территория, окормлять, вот эти три поганейших слова. Ты откройте слова Ожегова. Окормлять, значит, перекармлять, отравлять. Другого значения нету. Прищищать великими тайными, телом и кровью Христовой. Вот как нужно говорить. А вот насчет молитв, можно вопрос такие? Да. Какие у нас в утренних и вечерних молитвословах молитвы не соответствуют Писанию? То есть, вот, например, смотрите, меня что смущает, когда мы молимся, Пресвятая Богородица, спаси нас. Ну, как-то вот, наш Господь спасает. А, представляю, Богородица, моли Богу, спастись и душам нашим, может быть, так? Я поясняю, по частям только. Слово «спаси» Богородица только разрешили применять. Почему, неизвестно. Ну, может быть, утвердить ее авторитет. Если так буквально разбирать, в этом греха нет. Почему? Кто спасает, тот и Спаситель. И когда мы считаем книгу Судей, Господь давал Израилю спасителей. А спроси, кто Спаситель? Только Христос, это сектантская узость мышления будет. Спасители. В этом плане, как? Молитвами. Спаси нас. Я не могу изменить церковную молитву, добраясь. Спаси нас твоими святыми молитвами. А слово «спаси» можно оставить. Почему? Кто спасает? Бог давал спасителей. Вот так. А вот «спаси, Господи, люди твои, и благослови достояния твои». То есть, отечествуем. Вот вы молитесь вообще от этой молитвы? Ну, как говорили, власти и воинства мы никогда не считаем и не кланяемся. Когда мы бываем в патриарших храмах, мы на этом месте крестное знамение не совершаем. Потому что, кого говорить о спасении, когда там безбожники, богохульники и захватническая власть. А, это о власти и воинства. Да, о власти и воинства мы не молимся. Мы просим только в разуме, даем веру. И чтобы войска эти нигде зла не причиняли, мы можем сказать. А не так. Молимся о них и все. Здесь требуется пояснение, чтобы нас не занесли и не нужны графу. И вот царица моя преблагает. Это неправильно. Это исключить и вышеркнуть. Почему? Никто не благ, как только Бог. Понятно? Если никто не благ, только Бог, а уж преблагает, даже к Богу это не относится. Ну, что тут выдумывать-то? Благаю, значит, благаю, значит, добро. Благо – это добрый. Добрый с большой буквы. Есть такое слово «самосущественное». Оно длинное. То есть Бог, любовь, самосущественен. Он – любовь. А мы эту любовь получаем от Него по благодати. Вот говорят, молитва наша никакой роли не играет. Никакой. Решает ответ Божий на молитву по Его милосердии. И Он дал этот канал связи молитва. А не то, что я сейчас помолюсь, и у тебя волосы седыми сделаются. Хотя и было у Якова Назибийского. Он такой был строгий. И вот еще ему не понравилось девушке там с открытыми головами. Они в ручье мылись. Ну, мыли, значит, и ебки подняты были. Он монах. Ему что тут шариться-то было? Он увидел их, будто бы не почтили. И он их там такие слова нехорошие сказал. Они сразу посидели, стали старухами. Некоторые прибежали. Да прости ты нас, что ли они посмеялись над ним там ненаписанным. И он их сразу снял с них это. А другие погордились и такими старыми и остались. Ну, то есть седыми. Ну, это жития святых. Яков Назибийский. Так, можно так сказать? Назибийский. Яков. Есть такое житие одного Якова Постника. Я его без слез считать не мог. Такая трагедия. Ему так многое Бог дал. По его молитве дождь был. По его молитве исцеления были. Бесы выходили. И вот родители привезли молодую девицу, чтобы он помолился. Никто не мог. Но он помолился и бес ушел. Но они боялись, что войдет. И оставили ее. И вот сатана так возбудил, что он изнасиловал ее. А потом испугался и убил. Убил и испугался. Теперь что узнает? И там поток был недалек. И в поток тело ее бросил. И когда все сделал это, от ужаса. И в это время слышит голос. Говорит, а теперь повесьте. Кто это заставил делать? И он тогда бросил келью и ушел. Ну, конечно, пришли. Девицы нигде нет. Там пока гадали, где что он. Ушел, ушел. И шел, и плакал, и не знал, что. И вдруг встретил его один монах и стал с ним говорить. Принял его в келью. Да я грешник, ко мне прикасаться нельзя. Он давай умывать ему ноги. Накормил, да перестань. Да ты надейся на милосердие Божие. И он послушался. И опять стал молиться. И Бог простил и заново вернул все таланты. Душу-то эту не вернешь. Вот я понимаю, тот, который пришел, вот так сделал. Он сам, когда уверовал, и сразу заявил, по чем властям и сказал, я вот такой-то, я убийца. И его казнили. Вот это по совести. Ну, я не сужу, я просто говорю, как бы, по гражданскому законодательству. А не так, что вор раскаялся. Ты сначала вернишь и награбил. Половину раздам, четверо верну, как стерлигов. Сначала миллиарды грабануть, а теперь книжку там издал, какой-то кодекс Ивана Грозного и дарит там малолеткам, безусам. А они уж там восхищаются. Никому не нужен этот кодекс. Какой кодекс? Нужен кодекс сегодняшний. Как себя вести? А для этого есть Евангелие, Нагорная проповедь. Нигде Слово Божие вообще не касается. Такое обращение. Едут. Эта Русь, она не обойдется без этих, по-другому не скажу, шарлатанов. У меня вот, кстати, у него тоже вот переедет, записан свода книги. То есть это не его, это Атеана Гроза на русский язык перевезет. Вот, но там вот Иудейская война и Осиплавия. Интересно вот это. Но там есть так дальше, знаете, книга, по-моему, в Византии. Вот я вам про Иоанна Златову почитала. Но там про Константина Великого пишут, что его крестил... То есть, ну, не как вы говорите там про крещение. Ну, я не буду давать подробностям, там меня смущает что? Что там, когда Константин выходил, его на небе был крестное знамение, что такое. То есть, вот, нам помогает Бог, и там... Или там дальше где-то еще я встречал перенес, что знамение, как и сикон на небе является. То есть они побеждают войне. Ну, уж как вот к этому... Да как он был не христианином, совершенно не христианин. Но перемена в нем была. И крещение-то принять он хотел в Иордане. А когда уже подошла смерть с ножом в горло, поэтому уже никакого Иордана он не просил, ниоткуда он не выходил. Это на войну, когда он пошел. И его крестил еретический епископ. А вот они пишут, что Сильвестр крестил его. Это мы сказали все. Не верить человек не надо. И он поэтому руководил на соборе, язычник, самый настоящий язычник заправлял на это. Он не крещеный был. Он не причащался всю жизнь. Было такое мнение, что если совершишь грех после крещения, то он почти не прощеный. И поэтому оттягивали, чтобы покрестить и умереть. Ну а как вот к этим якобы знамениям относить, которые на войне? Ну хорошо. Сим победиши. Допустим, он увидел на небе, звезды сложились в виде креста и надпись, и даже Артемий это видел. Житие святого Артемия. Допустим так. Ну а где толкование-то? Сим победиши. Это проповеди евангельской. Распятого Иисуса Христа. Мы проповедуем Христа, притом распятого. Идти к врагам проповедовать, обращать. С чего вы решили-то убивать-то их? Он и зычник. Таким путем и пошел. Ну ладно, убрали пятиконечную звезду, нарисовали крест. Ну и пошли крестовые походы. Громили Русалим за гроб Господень. Даже за живого Христа. И Христос отверг. Вложи меч твой в ножны. А это даже не мертвого Христа нет еще. Гроб Господень. Ну 11 крестовых походов. Ведь речь-то идет не о двух убитых. Господь Иисус сказал же, что я пришел не губить душу человеческую, но спасать. Все в этом заключается. Иногда говорит, найдет ли веру на земле. Веру очень много Христос найдет. Имеется в виду, найдет ли веру евангельскую, ту, которую Он оставил. Вот так и надо понимать. Вот смотрите еще. В вечерних правилах к пресвятому Духу написано. Помилуй, нетворчивая владыка унылого, недостойно вырабатывая его. И вот дальше слова, которые меня смущают. И остави ми, и отпусти. И остави ми. Оставь грехи эти, отставь их. То есть забудь. Сними с меня этот долг. А вот написали бы оставь ми грехи. А то остави ми, запитай. То есть как будто ми мясо. Нет, не ми. Мя было бы написано. А то ми это мне. Это дательный падеж. Лучше на русском языке найти, правильно? Ну это на русском языке. У нас все молитвы на русском языке. Мы считаем на русском. Вот понравилось, как вы утренний и вечерний показали. Я стараюсь по этому. Это вот более живо получается. То есть ты постоянно там три псалма меняешь. То есть уже как идет продвижение. Живая получается молитва. Более живая. А вы видите ролик, когда мы молимся утром? Да. Вот видите, по-простому. Вечером наша молитва более краткая. И уставшая все, да. Считаем мы Тресвятое, как всегда. Сто поклонов. Все наши нужды приносим. До воскресняет Бог. И отходим в покое. А дальше уже... То есть смотрите, вы утром, вечером молитесь. И еще семь раз на день? Получается, девять раз, что ли? Да, и семь раз. Ну вот я сегодня, ну уж слово сказать, сегодня у меня девять получилось. Иногда даже восемнадцать раз. Ну это я на пенсии. А вот когда мы работали, в лесу все. Проходит часа полтора, сигнал какой-то дали. Мгновенно все собрались, стали на молитву. Помолились, сто поклонов. Подняли в конце руки. Поблагодарили Бога. И опять на работу. Проходит маленькое время. Один подходит и говорит, а время это, наверное, уже на молитву. И дети это знают. Это совершенно другой настрой. Когда не просто так, мы молились долго, два часа, а потом до следующего дня. Нет. Ты именно сутки разбей. Как у мусульман, пять раз намаз. Но у нас если считать, утреннее вечернее не считается. А именно днем, которое. Он говорит Давиду, что семь раз в день прославляем. И поэтому это навык. Ну когда какая-то бывает работа срочная, то труднее это все. Но дорогой ехали, и мы дорогой исполняли. Дорогой. Мы осветили эту дорогу от Владивостока до Лиссабона. И где бы мы ни были, вот в любой город заехали, выезжаем, только выехали, основные знаки закончились, так, на молитву, если головной борст, долой. Ну и начинаем молиться. Считаем все. И крестимся, и благодарим Бога, прославляя Его великое могущество. Ну и утреннее вечернее молитва, когда мы уходим. Бывает полное правило утром стоим, еще погода позволяет, или мы рядом где-то с городом, которому подъехать надо к открытию библиотеки. Тут мы полную молитву, да, читаем псалмы, утреннее правило, поклоны, все. А остальное это мы в пути. Если вот срочно утром надо выезжать, рано мы тронулись, только с город выехали, все, начинаем считать молитву. Утреннее правило полностью считаем. Сто поклонов уже не сделаешь, но все так же по лестовке, по четкам считаем все Богородицы, Ангелы, Хранители. Ну, мы подобрались один к одному. А вот утреннее вечернее, то есть вы их как бы немножечко отложили, получается, да? Да, мы считаем псалтырное чтение, дорогой едем, Евангелие считаем, а утреннее вечернее молитвы мы на память, которую знаем, все это считаем. И на память считаю, я всегда три псалма считаю. Помилуй меня Божие, помилуй меня Божие, живущие под кровью Всевышнего, и дальше на 120-й палом. Воздущие мои горам, откуда придет помощь моя? Это вот три необходимых, ну, как мы думаем, для нас псалма. И дальше мы всем святым, и всех родных, и отдельно больных, и все наши нужды. Ну, и после этого доброе утро. Вот смотрите, у нас молитва занимается всего где-то вот такая, если в день, днем, 7-8 минут, правильно? Да, одна молитва. А вот Господь сказал, что вот, например, когда долго молитесь, вот, я не хочу никого судить, но просто так иногда вот эти, хоть монастырские службы, они очень долгие, длинные, и для обычных людей это просто неносимо, кажется. Да, 15 минут больше не молятся, я разговаривал с кем. А остальное умом уже дома там, где угодно бродит. Но Господь говорит, и святые утвердили, молитва должна быть краткая. Самая длинная молитва на День Троицы, когда колено преклоненное, молимся. Ну, церковь усмотрела, тут не надо ничего подправлять. Молитвы надо переводить. А они переведенные есть. Я-то на славянском приучен, я по-славянски считаю, а братья-то мои, они по-русски. Ну, я верую и все остальное считаю по-славянски. Они по-русски, ну и слава Богу. Хотя сказать вот с того места, где он возвращал, считай по-славянски-то. Я уже по-славянски и забыл. Я однажды был в Синоде в Америке, в Нью-Йорке-то. Ну и прищастил-то только. И в это время за причастные молитвы и там псалом надо считать. И мне архимандрита Арсения Кондратюк-то продернул меня вперед, считай-то. Что же я считаю-то, я по-русски буду, а не против русского-то. И вот только я начал считать пока молитвы-то, а считать-то нету этих. Надо мне, помилую Божию, все это дать написано. А этот по-русски я наизусть знаю. И его кто-то отозвал. И я тогда по-русски все и просчитал. Выручил меня кто-то. Вот попался я. Конечно, неудобно было, хорошие отношения. Он мне златоуса 12 томов подарил. И тут-то я бы подкузмил сам себя. И вот вы говорите, что два основных вопроса надо священникам задавать. Это о рождении свыше и как быть в один духом свыше. Да, все, два вопроса. Больше не надо ничего. Вот вы сами как-то прямо не отвечаете. Так около ходите, но может, чтобы человек сам догадался. Вот смотрите, вот признаки рождения свыше. То есть мы сами там создали рождение. То есть человек не грешит. Это как бы чадо Божие не грешит. И если где-то даже грех, может, он сделал после этого, то для этого есть исповедь. И для этого и исповедь. И до исповеди ты уже не жди. Тут же на месте падай и кайся. Исповедь это уже как таинство. То есть это жить по слову Божию, молитва, добрые дела и проповедь. Добрые дела, пост, все соблюдать. И у тебя должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. Механически можно все научиться делать и не быть рожденным. Причащаться и с причастием во рту в ад пойдешь. Главное, это ты сам почувствуешь. Все время проси Господи, живи во мне. Он говорит, придем, я отец, обитель у него сотворим. И тогда мысли, наклонности, все у тебя будет по-другому. Какая-то затишия в душе будет. Я вот глухой, поэтому мне надо громко, чтобы громче говорили, и я громко говорю, вас-то я слышу. А вот после молитвы, в семь раз, у меня вдруг голос тихий делается. Я потихоньку говорю, и все до того удивляются. Ну, еще бывает, аппарат там воткнешь, совсем тихо. Вот хочется даже к каждой вещи осторожно прикоснуться. Я совершенно не здесь. Вот сегодня я смотрю, эти сидят, беседуют. И беседуют эти 40 с лишним минут. И ни одного слова нету, которое оно было бы одухотворенное. Их просто нету. Я так хотел бы сказать, посчитал 25 отзывов, и ни одного отзыва нет настоящего. Где-то хватают друг друга. Это нет. Людям нужен Бог Христос. И Святая Библия. Вот мне нравится проповедник, он не наш, полгошев. Вы слышали? Полгошев. Я тоже смотрел его, хорошие. Мне нравится, он говорит, основное, что вы должны любить то, что любит Бог Христос, да? И ненавидеть то, что Бог не любит ненавидеть. Вот вас, центральная ваша задача. Это он слова говорит только, он, если по нашей мерке, он еретик. Он не православный. И поэтому он о церкви понятия не имеет, а вне церкви нет спасения. Я с такими людьми встречался, он говорит, все правильно, так, тихо. Но когда я начинаю по Писанию, говорит, их подменяют буквально. Они делаются нетерпимые, они прям чуть не в драку лезут. Они взрывоопасные такие делаются. Я слишком много занимался с сектантами разными. Это даже не могу назвать, с кем я отдельно не вел беседы на большой зал и везде. Хорошее все, но как только живое слово. В Духе Святом проникает, они говорят, я не могу с собой ничего поделать. Что со мной сделать? Я, говорит, сделался как будто не я говорю. Я не хотел вам эти слова говорить, но что со мной сделать, не знаю, как бешеный сделался. Говорю, Дух Святой обрещал, у него что-то тайное есть, он не в церкви. Он не причащается, он не бывает на исповеди. И вот когда начинают сектанты мудровать, я говорю, тебе не хватает, чтобы ты пошел на исповедь. Вот что-то темно сделалось у вас, в лесу скрылось. Сейчас, сейчас, поверну. Ну, он чадо укладывает, будет сейчас. Вы поняли, что главное? Вот сектантам говорю, они не ходят на исповедь. И он своей волей отворит, он даже этого не знает. А вы его смотрели, да? У меня такие хорошие сектанты есть, которые в друзьях записаны. И вот он начинает говорить, кто нарушит одну из заповедей, сих малейших, малейший наречется Царстве Небесному. Ну, хоть и нарушит, но малейшим будет. Я говорю, не так. Малейшим означает, что в ад пойдет. Ну, любой заповедь, в который 9 блаженствует. Малейший – это юнейший. То есть самое недавное Господь их только сказал. Ну, нет, блаженный нищий духом. А ты не нищий духом, где ты будешь-то? Напротив нищеты – гордость. Он не понимает это. Я говорю, святой Иоанн Златоуст. Да что ты, Златоуст, там тетя просит, еще скажет. Из него такое полезет. А такой он хороший, он там баптист. А другой от них отошел. Я не баптист, никто, я отдельно. Вот сейчас умер отец Глеб Якунин. Вы зайдите на наш форум, посмотрите в первой строчке, на форуме. Это как на форуме? Зайти, чтобы у вас все подряд? Потому что там по темам, нам только тему набираешь. Нет, вы на первой найдите. А по темам, где надо, вот где видно храм Христа Спасителя, видишь, все, подошла. Бабушка, которая. Вот. Нужно смотреть направо, под храмом, там черта, как полоска идет. И там написано «общий поиск». Общий, не по темам, а общий. Давнее его и рамка выскочила. И вы туда зарядите, что вам надо. Допустим, вы хотите мусульманство, или потеряевка, или любовь, ну что-нибудь. И оно выствитит сразу несколько. Вы любую-то ткните. И вот Глеб Якунин. Это вот сейчас умер, который. Он исповедник Христов. Он долго был в заключении. Это целая эпоха с ним уходит. И я там, в ролике-то я сказал об этом. И вот сейчас о нем там один пишет. Самое большое дело, которое он сделал, когда его здесь предали анафеме, его отлучили, московской патриархии. Это он же тут и рукоположен был. Он пошел к Филарету, к этому киевскому. Я у него даже прищищаться бы не стал у Филарета. И не почему-то. Так, ну-ка, нельзя там. Голуби открыты, а она к ним лезет. Голубка села парить, удивительно, в домашних условиях. И снесла яйца. И такой любящий отец, я отвернусь. И он садится и парит. И ночью начинает, как петухку карекает, он воркует. Воркует, даже я глухой слышу. Как разбубница, разбубница, он ей говорит, что я рядом, ты не бойся. Вот. Но отец Глеб, умница, страдалец, исповедник. И вдруг он поставился перед собой задачей. Филарет ему не понравился. И он думает создать новую церковь и назову ее апостольской новой. Да церковь разве можно создавать? Она создана Христом-то. А это ему ставит в главную заслугу. Я же ставлю его в главную упреку, если бы он был живой. Кто там рукополагал, какие епископы. Не имеет значения. Церковь нельзя образовывать. Нельзя. Он был в патриархии. А что он должен был делать? Принести покаяние. А его несправедливо. Ну, несправедливо. Надо было разобраться. И вот за то, что он депутатом остался, я его не ушел из депутатского корпуса. За ним никакого греха-то не было. И все равно надо было смириться. Да перед кем смиряться? Там патриарх, там КГБшник. А это не годится. Тебе это не надо даже знать. Ты перед Богом идешь. Написал бы патриарху Кириллу, Алексею. Прости, ради Христа сказал, я вот ушел. И на этом все. И продолжал бы в патриархии. И тут и служить. Вот как надо было. А не образовать. А он образовал, я даже не знаю, кто там епископа или нету. Я считаю, это главное препятствие ему. Может быть на суде Божьем. А люди, которые там его поддержат, вот он здорово. Это одному человеку не создать. Да создать можно любую банду. Создать можно государство. Но церковь не создается. Я создам ее, Господь. И врата она не одолеет. А то выходит патриархия никакая. Все никакие, как стерликов. Один он, да еще где-то кто-то, которого не знают даже. Нельзя так. У меня встретился летом с свидетелей Иеговы. Мы шли по улице. Можно вас там на минуту? Ну ладно. Он священописание, Библию держит. Ну как бы, она вроде синодальная мне показалась. Библия. Что интересно. Ну мы так разговаривали. Я понимаю, что надо именно на тему церкви вести. Я говорю, вот смотрите, мы же церковь. А он говорит, и мы церковь. Я говорю, нет. Ну как вот. Вот интересно, как получился разговор. Я говорю, Христос, основатель церкви нашей, он кому отдал? Кто дальше идет? Петр. Потом он ключи дал Петру. От чего? От рая. Самого Христа ключи от ада. Так получается, что дальше идет Петр, потом преемственность, преемственность. И вот так у нас до патриарха Кирилла. Мы все знаем, кто у нас. Самого Петра. Он так стоит и говорит, интересная мысль. Но ничего дальше не сказал. Они совершенно безмозглые. Они не Писание, не знают. И нужно сказать им, у вас Библии-то нет. Они отвергли синодальный, новый всемирный перевод написали. И все подогнали, где говорится, что Иисус Бог. Они все эти места выкинули. Это никакого отношения к Библии не имеет. Никакого. Это еретическая книжка. Это не Библия. Вы твердо держитесь синодального перевода. И где-то будет новый перевод, даже православный. Не спешите принимать. Синодальный перевод один из самых лучших в мире. Это без вопросов вообще здесь. Которые издают у нас. Все патриархи, Кирилл, Алексей, Пимин. Все, которые издавали только синодальный, за рубежом, баптисты. Все, кто издают Библию на русском языке, только синодальный. Сейчас недавно заказала книгу Holy Bible. То есть на английском языке Библия с переводом на русский. Синодальный перевод. И у них тоже какой-то стандартный английский, как синодальный, так считать. Я думаю, может быть, дашь Бог, когда сына обучается, то лучше обучать после той Библии. У тебя сразу перевод. Только надо английский начитку иметь. Чем вот, абы что будут они там изучать и не читать. То есть интересно этот вариант, такой изучение языка. В романе «Что делать?» Николай Гаврилович Чернышевский описывает. Именно так изучать. Самый быстрый метод. Эти Библии, которые параллельно русский и английский, у меня с целыми ящиками было, я раздавал. Как-то вошел в знакомство с такими людьми и достали. Русский, немецкий. Это разное. Вот сейчас еще есть. Она выпущена. Все молитвы, выбранные из Библии, молитвы. И откроешь и четыре столбца на русском, английском, немецком, французском. Видели, может быть. И все молитвы. Очень красочное издание, хорошее. Ну, были бы рядом, я бы дал. Мне на английском нравится. Псалом 28-26, не помню. Господь пастырь мой. Вот это помните, да? Я ничего не буду нуждаться. Да, да. Он покоит меня на злащих пожитях и водах тихих. Да. Так, ну ладно, дальше вопрос. Если бы не было альтернативной службы в армии, то что? То есть в мир в армии нет альтернативной службы. И они там обязаны прям в армию. Или в Перме сидят просто? Вот тут нам пример свидетелей Иегова. Ни один не служил в армии Гитлера. Ни один. Их называли бибельфоршеры. Их всех арестовали поголовно. И что интересно, показывает процент гибели евреев, которых арестовали, процент гибели цыган, процент гибели у коммунистов и у иеговистов. У них самый маленький процент гибели. Еще. Я сидел в лагере, когда со мной было два иеговиста этих. Они говорят, а мы уже знали, раз мальчики родились, нам сидеть придется. Им по три года давали. У них ни один в Чечне не погиб, ни один в Афганистане. Они все дома. Отсидели и вернулись. Мы должны пойти. А если войну расстреляют? Ну расстреляют я со Христом буду. А там на поле убьют. Взял оружие. Нет. Если не было бы альтернативной службы, мы все равно остаемся те же самые. Я буду служить, буду все делать. Спасать раненых, убивать я не могу. Оружие в руки даже не возьмут. Одно я так сказала. Она говорит, ну это же вот ты пойдешь, ну например, ты была мужчина, пошла бы там кушать им готовить. Это то же самое, что если бы ты в абортарии работала уборщицей. То есть ты же тоже получается так участвуешь. Но я говорю, ну мы не согласны. При чем тут уборщицей? Какое отношение я к абортам имею? Я убираю грязь. А что за что уборщица? Я не трупы убираю, это в коридоре мою. Я считаю не совсем корректное сравнение. Должно по делу говорить. Меня направили где-то. Вот, ну, к примеру сказать, нашу бригаду, я строитель, направили на завод. Ну, заменили там пропуска с большой фотографией. Я говорю, а почему так? Ну, там строгости такие. Ну, мы зашли. И зашли, сразу пока, что это за корпуса строят? Это военный завод. Военный завод? Я развернул оглобли один в советское время. И вон на проходную. Так, выпустите меня. А он еще не знаю, охранник-то, я ему не понравился, или что? Он говорит, меня в кутузку туда, и тут водку заносили. Я говорю, потихоньку подойди сюда. Я в рот не беру. На тобой завтра весь завод будет смерть. Да вы что, да? Ну-то выходи отсюда. А потом я увольняюсь, поскольку я говорю, я не участвую в военном деле, заводы военные не строю. Как бы это была фабрика чулочная какая-то. Это дело другое. И всегда конкретно. Вот, допустим, у нас было, это тогда попало на 8 мая, Пасха Христова. Она бывает нет, 8 мая, это даже не знаю, где-то вот в это каком-то. Или на 1 мая, что-то такое. Ну, вернее, не так рассказал. А Фомина, Фомина воскресенье, Красная горка когда? И оно попадает еще и на советский праздник. А почему-то его сделали, у нас какая-то аврал рабочая. Я говорю, я не могу пойти у нас. А работаем в Искитиме, 60 километров от Новосибирска, церковь там. Я поеду в церковь. Как поедете? Тут уволят, на меня это не касается, вы понятия. Я обязан идти. Плохо работаете, поэтому приходится захватывать воскресенье. Начальник посмотрел на меня. Ладно, иди за нас молись. Как женщины взыграли там, а уже в машине сидят мы. От города, реконструкция, далеко. Да я тоже сидеть. Тоже мне. Мы тоже молиться хотим. Все молиться захотели. Ну и все. С меня потребовали объяснители, я объяснительную дал. И она у меня даже в книгах помещена. Я верующий, я соблюдаю заповедие Христово. А если нужно отработать, я в две смены на следующий день отработаю. Не идти на компромисс. И все. Я свободный человек. Это не в заключении. Так вот, следующий вопрос. Такой интересный. А если бы иудеи приняли Христа, что бы вот так сейчас история развивалась бы? Она закончилась? Не приняли Христа? Приняли Христа. Кто? Все люди? Иудеи. Иудеи? Когда? Ну, знаете, говорят, приняли, не приняли. Со слагательным наклонением история не рассматривается. Мы знаем, история была бы другая. Конечно, приняли это ревностные были бы проповедники. Я знаю евреев, которые обратились. Ну, ни одного холодного нету. Ни одного нету. Они так воспитанные. У нас была еврейка одно время. Она в общине не была, но в общину приходила. И она говорит. Вы когда-нибудь встречали еврея неграмотного? Я говорю, нет. Она говорит, за 2000 лет, по крайней мере, ни одного неграмотного не было. Любой придурок будет. Он совсем вот так вихляет, стоять не может. Но они его учат. Учат. И он где-то будет при должности. Илья Абрам там и Сару пристроит. Для всех должность новую придумает, но сделает. Он будет бумажки перетаскивать с кабинета в кабинет. Вот они такие умные. Я не оспарю умные, но они заботятся. У них есть цель. Маленький мальчик. И вот с ним уже разговаривать ведут. Ты не забывай, Исхак. Тебе руководить миром придется. Или твоим детям. Поэтому ты не подражай этим русским гоям. Ты делай как положено. Я знаю, как они воспитывают. У него цель. Он хотел бы делать как все. Играть. Ничего подобного. Исхак. Тебе нужен иностранный язык. И не один. И летом, когда наши ребятишки только бегают, ему маленько-маленько дают поиграть. А дальше он учится и летом. Я их знаю. Я просто с ними жил. Я видел только одного еврея, которого сами евреи наказали. И он попал со мной в одну вязанку. До того интересно. Ассачьи фамилии на корабле. Не знаю. Он не сказал, за что его. Он такой простоватый. Ну, прям вот, понимаешь, как говорится, простодырый. И мы сразу с ним сошлись. Не разлей вода. Никто не мог понять, что мы не родные братья. Мы куда бы не пошли с ним вместе. Я от него впервые слышал об стихотворении Евгения Автушенко «Бабий Яр». Он мне записал, я тут же его наизусть заучил. Над Бабием Яром памятников нет. Сухой обрыв, как грубой над гробью. Мне кажется, сегодня столько лет, как всему еврейскому народу. И начинаю дальше перечислять. И он был. Его послали работать на тяжелую работу на корабле. Матросом был. За что, не знаю. Но, видимо, дали ему понять. Я рассказываю, один рассказик маленький. Еврейский мальчик, так как пришел, слышали? Он пришел из школы и говорит. Я, говорит, русским записался. Вот так. Ну, это, спасибо. Ну, вот мы тоже на работе. У меня прям соседство земной техники. Я еврей. Я полуеврей, там у него офиском русский. Вот. И он так, ну, мы очень так вот дружились нормально. Он у меня старший, 50 лет. На 40, 40 лет, наверное. И вот он все. Мы так с ним этом соседе говорим. Вот если вода льется просто из-под крана, мы так не можем спокойно реагировать. Как вода льется? Это же там экономить надо. Это же такой. Реки там и то мельчает. Он там свет. Привет, чтобы вот тоже это выключать. Не было такого. У меня три тома по 750 страниц проявляют, написано в моих книгах. То есть я разбираю Талмуд. Талмуд это не книга, это 12 томов Талмуда. Я их разбираю в сравнении с Библией. Прямо выписки оттуда пакетами беру и дальше расшифровываю, как это должно быть. Это люди, любящие правила. И когда они обращаются, вот эта закваска точности и экономности, она в них сохраняется. Я не с одним человеком знаком. Вот у нас был, не у нас, а с Павлодара приезжал проповедник тайгинцев Федор Ефимович Баптист. И войну, говорит, прислали тут евреев, они их там разогнали. Она одна была еврейка-то. Ну, очень трудно. Двое ребятишек, кажется. А я, говорит, имел такая должность, что мог помочь ей. Я ей помог раз, другой, да тайно где-то муки маленько дал. Ну, я-то ничего не имел в виду-то. Как она, видимо, всем рассказала. И пришлось, когда уже война окончилась, мне пришлось где-то быть. И там евреи, вы бы были еще не со мной более. А они меня чуть не на руках носили. Вы же нашей сестре тогда помогли. Они очень благодарные. Это я только что знаю. И он при всей общине вышел и рассказывает. Благодарность свойственна восточным народам. Но они к этому и относятся. К евреям отношения должно быть особое. Главное, никогда не проклинай детей Авраама. Иначе у тебя ничего благословенного не будет. Не надо не заискивать, соглашусь. Я не опровергаю, что погубили Россию. Царя расстреляли там свердловые все эти. Меня это не касается. Потому что с меня Бог спросит не за это. А как я относился к детям Авраамам? Я благословляю их каждый день. Да будет мир на Израиле. Мы же псалтыри это считаем. Обрати их, Господи. Это дети Твои. Дай им веру в Тебя, истинного Мессия. Они ждут этого Машиаха. А будет Антихрист из колена Даного. Тут сегодня можно рыдать об этом. Но остаток спасется. Ну, Даниил Сев, я читала, когда про него. Он говорит, когда был в Иерусалиме, он как священник одет у него хрест, и там раввин шел по дороге. Ну, ему навстречу. Он говорит, как его увидел, нашего православного священника, сразу дорогу перебежал на другую сторону, чтобы с ним только не пересечься. И, говорит, у них на автобусах прямо написано, ждем скорейшего прихода Машиаха, если так. Вот есть такой Спиридон, был там среди бурят, и у него обратился один еврей, и они поехали в Иерусалим. Он говорит, я впервые столкнулся, какая вера у евреев-то. У него не просто вера, а вера лично к нему пришел спаситель. И вот он идет дорогой, видимо, у него там какие-то битейки, и другой еврей его признают за еврея. Он к нему подходит, брат дорогой, и тот его приветствует. Ты знаешь, Мессия-то ведь пришел, это Христос. Тот от него в сторону, плюется. Да как же так, можно не признать. Ему кажется, все сейчас от этого примут. Видит следующее, к нему бросается, приветствует, он видит, как еврей-то одет, у него песи там или что там все есть. Вот как сейчас Михаил, сын, выступает, хорошая пропаде. Но его заворачивает и заворачивает, потому что он среди мессианских евреев-то. Вера-то не чисто православная. Православие в этом вопросе, это как оригинал. Я не имею в виду сегодняшнее православие. Я имею в виду то, которое там было основано и шло. Сколько там нежности. А сегодня требует властей, тех приезжать, этих бей, как Смирнов, Дмитрий говорит, чтобы у них земля горела под ногами, сектантов там расправляться. Это просто призыв к насилию. Это уголовная статья. Я удивляюсь, почему никакого хода не дали этому. Все с сертиками обращаются кротко. Кротко. Карфагенский собор, 77-е правило. Они же вот Христа ждали, что он их избавит от римлян, то есть будет царствовать, такой вот сильный, все придет там с ничем и все такое. А пришел совсем другой, кроткий, который они ожидали. И вот сейчас тоже аналогия у нас с лицаря в России, что все будет хорошо, но последний царь, то есть тоже очень похоже аналогия проходит. Ну вот неправильное описание к чему приводит. Мы должны знать Писание. И есть такое выражение, все, что написано в Библии о Боге, это неверно. То есть в том смысле, что Бог говорит это приближенно к человеку. Антропоморфизм – это склонность к человекообразию. это чтобы люди могли как-то понять, Бог говорит. Бог раскаялся, что создал человека. Бог не раскаивается. Это говорится, что если бы можно было, Бог бы раскаялся. Какой человек-то оказался? Я его по своему образу сделал, а дьяволу перековал на своем. Вот в этом смысле, если ты не понимаешь, что для тебя все эти места о Боге, какой Бог-то, они будут звучать не так, какой смысл заложен. Поэтому надо духовное прозрение и смотреть, как истолковались святые отцы православной церкви. У меня папа говорит, что почему «жить» называют? Потому что, когда евреи встречаются друг с другом, они один серый вопрос, как тебе «жив дух Божий»? То есть «жив дух», «жить» сокращенно. Не знаю, так, но… Может, в других местах по-другому как-то, не знаю. Ну, а остальное – это «шалом». Я говорю, «Христос воскрес». «Шалом», «шалом». «Шалом». Вот, «шалом» Исраэль. «Шма» Исраэль – это главная молитва. Слушай, Израиль. Главная молитва. Вот у нас здесь глава городской администрации созывает всех религиозных деятелей. Ну, от нашей общины всегда приглашает меня. И там евреи. Каменецки. Вот. Как он выглядит, евреи? Конечно, в шляпе, как положено ему, все. Какая у него борода, не то, что у мусульман не тронутая. Ну, как вот у нас. У нас, наверное, волосинки не трогают. Какой он культурный, как обращаются. Мало того, Рождество было, и он вышел. Я поздравляю всех с Рождеством. Но только не сказал, с кого Рождество. Может быть, с тещей своей. Вот так. Вот так. Вот дальше вопрос по канонам у меня пойдет. Вот каноны не запрещают Миренину проповедовать. Правильно, я помню. Правильно. Такого нету. В храме. В храме. А, в храме. Все. В храме. И я в храме ни одной проповеди не проповедовал, пока меня не рукоположили в очтеца. Епископ специально меня рукоположил, чтобы я мог и дать при епископах, я могу при патриархе говорить проповеди. Ни одной проповеди. Когда нужно было проповедь говорить, а батюшки не было, мы в трапезную заходили, с столы все опрокидывали, и я тогда молились, и я там говорил проповедь. Я никогда не нарушил нигде. Ни разу. Почему? Ну, так вот канон этот есть, наказание-то за него смешное, кто нарушил 40 дней. Таких эпитемий не бывает. Даже выпил где-то что-то, и тот на два года. Посты нарушают на два года. Но я за канон, и поэтому ни разу не постигнул нигде. Вот смотрите, а мусульмане, мусульмане это не еретики, это просто иноверные. Наверные, да. Какая? И у них еретики, которые искажают веру, у них совершенно другое. Ярко выраженная антихристианская направленность только у мусульман сегодня, ни у кого такой нету. Ярко выраженная. В первую очередь, Христос у них, это не наш Иса, это не наш. Наш Иса, рожденный Духа Святого, они это не признают. Что он был распят, самое главное, они никак не признают этого. И поэтому мне их Ису, их не надо даже приравнивать никак. Вот которые иногда проповедовали, как Даниил Сысоев, они разбирают, вот там об Аллахе все говорит, мне это не надо. От апостола Павел, когда, ну там смута-то была в городе, начальник говорит, в Великой Артемиде, Эфесской кричали, они, говорят, эти люди, не похулили ваших божеств, не похулили. вот это надо было помнить всем, чтобы я буду разбирать Аллах, Магомеда, Махмуда, трогать, Мухаммада, то я поневоле, их авторитеты буду, а мне зачем это? Они не похулили ваших богов. Я никогда не поминаю, и даже не задеваю, вообще не трогаю, зачем мне нужно? Написано, Христос послал проповедовать Евангелие всякое твое, Евангелие, а не сокрушать каких-то других божества там. Если потребуется, я могу ответить. Ответить, где нужно. Поэтому у меня подход совершенно другой. Вот, Шестой Вселенский Собор, правило 59, что внутри дома нельзя крестить, и Мереним не может крестить. Вот как раньше было такое, что бабушка крестила внутри дома. То есть это тоже нет причин. Это условия. Это какие условия? Само правило об этом говорит. Когда есть храм, а люди начинают по домам, чтобы не выродились в секту. А когда нету, вот допустим, когда бежали все епископы из Крита, когда пришли туда мусульмане, еще не крестились, а крестились. Крестился, даже Мереним может крестить, правильно произносить щин. Крестить, царапу Божию. Сначала спросить, веруешь ли в Сына Божия, который умер за тебя? Верую. Во имя Отца, аминь и Сына, аминь и Духа Святого. Только не опрокидывать, как сектанты, а прямо вертикально поднимаются. Вот и все. Тут надо правило посмотреть. На правило даются и комментарии. Так, буквально это нельзя. Допустим, говорится о посте. Когда говорится пост, пост строгий. А дальше оговорок нету. А в комментарии говорится, да и дороженица. Зело престарелое, зело младое. То разрешается, по благословению священника, вино и елей, но ни рыба, ничего не разрешается, если этого нету, по уставу. Вот отец Артемий говорил, что если в эксперимальных схватах, например, если родница родила, слабенького ребенка, и нет шанса, что он выживет, то она быстро должна знать, чем его покрестить, хоть окрасить его. Да, да, да. И церковь любящая мать, она ничего не дает то, что нам во вред. Любящая мать, это надо повторять себе. И нужно эти правила знать. Я с правилами знаком, даже не могу сказать, как я три года с ними занимался, переводил на русский язык, составлял симфонию, потом начитывал. Ну, ясно, что для меня это не чужой материал. И скажу, что все это сделали люди, которые хотели добра нам. Добра. Без правил этих мы бы путались на каждом шагу. И правильно сказал митрополит Виталий, говорит, если Евангелие – это путь Царства Небесного, то каноны – это вехи на пути, как в пургу, ставят вешки, чтобы не заблудиться. Это правильно. Моего двоюродного брата его крестили дома. Священник тоже очень известный. Отлученный, неотлученный. То есть крестили дома. Сейчас он вырос, с ним такие большие проблемы начались. То есть он начал ситонить. Проблемы? Я ситонинскую музыку начал слушать. Проблемы спрашиваю, вот так. Не забывайте, не надо его. И вы увидите, это американское слово, особенно в перестройку его занесли. Ну вот. Ну, в общем, с ним сложности такие начали сейчас, вот после подросткового возраста. Он сначала, ну, он как полусирота, то есть мать работала, он сам себе предоставлен был, компьютер, интернет. Что ребенок может, куда залазить на такие сети, понятно. Он начал, то есть там игры, потом вот эту музыку ужасную слушать, то есть там с перевом, что-то такое. И после этого он попадает в психологическую психиатрию. Сейчас он на таблетках и все. Вот, кстати, вот параллельный вопрос, значит, я этого задам. Мама его хочет строить, помочь строить храм на территории и больнице. Потому что, говорит, хотели его причастить, вот этому брату мою, двоюродному, а все священники боятся и как бы отказывают туда идти. Один только нашелся, пришел туда, ну, вроде как причастил, а дети налетели, говорят, мы тоже, мы тоже хотим, а кто другие. Ну, то есть, думайте, как вот строить или не строить храм в таком месте? Пусть сам смотрят, если деньги у него есть. Я бы, например, строить не стал, даже деньги были бы. Я бы Игорю Барабашу комбайн купил лучше. В старости нашей деревни, как он мучается. А причащать бесноватого нельзя, если он буйный. Это тоже надо решать там на уровне епископа. И дальше, я вел в лагере, сейчас вот у меня, это просто записал в устав, кто играет в компьютерные игры, я их не принимаю. Они бесноватые. Бесноватые. Сейчас почти все играют. Да. Пусть все. Ну, опять же, не понравится, что я отвечаю как. Я отвечаю так, не избран. То есть избрания, как у Якова, то трубы матери не было. А будет ли, не будет, неизвестно. Но во всяком случае, если он был избранный от Бога, то он не будет это делать. Он будет это все время чувствовать. Так, я сейчас, там стучат у меня. Подожди-ка. Дай-ка мне большого Володя, я хотел еще раз поднимусь, покажу. Да, Белого, возьми его. Он уже опять на улицу, медвежонок. До 20 градусов на чердаке ему даже никакой нужды нет. Видно? Ага, вот такой. Уолень такой вырос. Второй год пошел ему. Голубые, голубые. Ну, что ты, пошел, да? Ну, давай, иди. Ой, ой, запутался у меня тут. Подожди. Ты у меня провода оторвешь. Подожди, подожди. Ты засыпился за микрофон. Да ты еще ногой-то задний засыпился. Давай, иди. промельный вопрос на счет кошек. Вот, а как вы относитесь к стерилизации? Никак, нельзя этого делать. Вот у нас, у Надежды Васильевны, там кошки, она такое взяла, которое сделали, а другая бегает, собака. Их даже сравнивать не надо. они какие-то делаются злобные, ну, как бывает, которая замуж хочет, а ее замуж не взяли, она такой мегерой делается после 30 лет, к ней не подойдешь. Если она добровольно это взяла, женщина, ну, хочет быть одна и прославить Бога, жизнью, сохранить целомудрие свое, тогда одно. А когда она хочет, а ее нигде не взяли, я сколько знаю, то они превращаются просто в ужас какой-то. Она, мужа ненавистная такая делается. Вот и кошки такие же, она всех котов дерет, близко не подпускает. Вот как-то передается же это на кошек. Никогда не допускаю. Вот она у меня в охотке была, кошка рыжая, на днях была. Ну, и только делов покрутилась. Нет, я его в подпол засадил, и день не дал ей есть, все на место встало. Это то, наверх перенесу. А когда она уже будет, ее в коробке увезут коту, от которого вот эти белые. Она не просто с улицы где-то принесет. У нас было две кошки в свое время. Одна принесла, четыре, и другая, девять котят. Ну, таки тоже нельзя. Одни тоже, если рука не повернет, там, как будто поворачит, я не знаю, как. День котят, но чуть не упали. И сразу пасли и их стерилизовали. То есть, не было проблем тоже. Я не понимаю, как можно их стерилизовать, наоборот. Вам от слова проблем не избавиться скоро опять. Так, нет, я держу кошек. Вот говорят, а что лучше держать, кота или кошку, смотря кому как. У меня и кот, и кошка есть. И никаких вопросов никогда нет. Как? Он рождается, когда это просто биомасса. Во-первых, бездушные, во-первых, они слепые, ничего не сознают. Сразу их в котелок вышел, лопатой копнул, давнул, присыпал, ушел, и все, как будто ничего никогда не было. Ничего нету. Она вот у меня рыжая, она по шесть там приносит. Ну, бывает и больше. Какая разница? Человек-хозяин. Он распределяет все вокруг и решает. Селекционный отбор делает, выводит разные породы. Бабки там это. Не надо. Это мне не надо, я хозяин. Я решаю, быть или не быть. Держит много баранов, зарезали не нужно. Почему не удивляемся? Это уже взрослые. Быки, быки, мясокомбинаты и везде. И Христос говорит, идите, приготовьте Пасху. Тогда не надо за это заходить. Это уже буддизм какой-то. Вот. Я хозяин. Меня Бог поставил. Владыка над всякой тварью. И поэтому я распоряжаюсь, жить ей или не жить. Главное, чтобы не было мучительства никакого. И ребенок этого не видит нигде. Я вышел с ведерком, никто и не видел. Вышел, вернулся, ничего нету. Это достаточно 5 минут, и все закончено. Они слепые, они не осознают себя, ничего нет, а только жизнь. Вот Робина, на этой левице, конечно, нам жалко. Вот. Яйцо возьмем, мы едим, нам нужды нету. Но там-то зародыш тоже есть. И бывает так, что цепленок выведется, а он не нужен. И показать на пьесофабрике, сразу же, 50, кажется, тысяч. Нужно кормить нечем, никто не берет. И они пищат, маленькие, пушистые, и они их подносят к большим этим мусорным бакам, и скидывают туда, скидывают, и женщины стоят и плащут. Но они пушистые, красивые, и такая масса, и там они друг в другом. Ну, куда ты возьмешь их? Куда? Фабрика закрывается, и поэтому сказали, все убрать. Ну, надо, конечно, переселить надо, но это слабонервно смотреть не надо. И по телевизору все это показывают. Мусульманам показывают, как голову режут, как давят ножом, как отрезают и проще. Ну, это еще смотреть. Это другая уже ступень. И Володя у меня, наклонись, Володя, чтобы я видно было, потом пришел. И Володя не ест. Так, я уже не спрашиваю вас насчет, что выставлять ролик. Мы договорились? Ну, можно, конечно, доставлю. А вы, которого разговаривали, видели уже? Да, конечно, хорошо. Это брат Сергей все делает. Где-то нас прерывало, он теперь все соединяет, такой труд делает. Мой господин мой, конечно. Только молитесь, если что с ним случится, я осиротею сразу. Матушка Татьяна, да, у него? А? Матушка Татьяна у него. Да, мама, Татьяна Еллищина. Так, еще что? Про котят разобрали. Да, я вот, когда у нас еще связь прерывал, я вам, по-моему, такой сказал, православный врач Акушера за крестки, за крестки Вячеслав. То есть, у него 80, очень хорошее про питание, в том числе, что многие говорят там беременным, не надо поститься. Он объясняет у нас с точки зрения и врачебной духовной, что именно поститься крайне желательно беременным и очень полезно такими продуктами. То есть, какие болезни там, то есть, такое, там, как можно объяснить, ну, очень интересно, у него так борода есть. Смотрите. Апостольское правило 69-е. Мне, например, что о ком говорите, я, ну, хорошо, но мне это ничего не надо. Для меня правило, я православный, вопрос снятый. Там написано, что разженицы, и те, которые в трудном положении, разрешаются, но по благословению священника. Это, чуть-чуть, чуть-чуть там вина, ради немощи желудка, больной желудок, как-то, или растительное масло. Запомните, растительное масло подливать только, когда с плиты сняты. Оно термической обработке не подается. Это рак же, кишечника заработаешь, или желудка. Растительное масло никогда, на нем ни пирожки, ни жар, ничего. А вот, когда снимешь с плиты, ну, тогда возьми крылышком, там, помажь маслом, и все надо. Это просто кашу варите, а потом масло. Да, потом масло. Кашу варят, все. Но растительное масло не прикасается к плите, никогда, пока не снимешь с плиты. Слышно, что канцероген получается, когда... Да, 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 канцероген смертельный. Я знаю, которые любили жарить, почти все умерли от рака. Я уже наблюдательный за этим. Я в армии был и услышал, как говорят, дорога к инфаркту, посыпанная белым порошком. Речь идет о сахаре. Но сахар у нас и соль никогда на столе не бывает. И когда вот соль мы едим, говорю, ну, нормально посоленая. Нормально, это означает ровно в 4 раза больше нормы. Как? Соль. Вот поэтому у нас сосуды, суставы, там, все остальное. Соль. Ее очень мало нужно. Очень мало положить. Нормально, когда совершенно нормально. Это означает в 4 раза больше пересол. И мы ну, убираем. У нас соли вообще на столе не бывает. Ну, здорово. Можно еще соль, если уж кому-то что-то хочется, мне кажется, вы не знаете, морскую капусту взять и перемолоть на кофемолке и вот эти йодки в том же время. И вот много там. Йод. Необходимо. Там что-то говорят с этой щитовидной железой связано. Необходимо. Крупская болела этим. Йоду не хватало. У нас вообще Россия такая, кстати, йодовик суперная, но сейчас я говорю, что к ним китайское исследование называется. Это одно из самых больших исследований оба воспитания, которое доказывает, что растительная пища гораздо полезнее, чем животное. То есть если у кого-то даже онкология на какой-то определенной стадии, то если человек полностью отказывается от животных продуктов, молока, мяса, и переходит на растительную пищу, то опухоль даже прекращает, ну как бы, венусть начинает уменьшаться. Но память остается. Если человек не считает, что он вдруг выздоровел от рака, он начинает опять питаться прежней, она опять изобновляется в том же практически уменьши. Это у Сергея Пупкова было так. у Сергея Пупкова так было, у брата нашего. Ему рак, все уже, рак там, где операции делали. Ну, а кроме того места, как говорят, там все эти бляшки на кровеносных сосудах. Да, да, вот это все, это вообще великолепно. Там, правда, картинка, заставка на книге мне не понравилась и заклеила. Но вообще очень удивительно, ну, такой хороший, что же есть питание, кому полезнее вилки вместо скальпеля называют. То есть тоже раскаливается, растение различных, потому что я по себе знаю, насколько человеку сложно просто психологически перейти на пост. То есть я как бы отказилась от этого, от этого. У меня так было. Но это какие-то сильные, некие и так далее. Ты приходишь с пониманием, что даже сырая пища, сыроедная, даже еще лучше, чем парень, что-то такое. Да, но увлекаться этим не надо сильно. Иногда на это смотрят и начинают уже все там, и хлеб, дрожжевое нельзя, и молоко нельзя. У нас мама просто решала, что душа твоя принимает, то и ешь. Мне тоже как-то так стараются, это просто все равно на музыку готовиться по-другому, на то, он по-мяскому есть, я просто пытаюсь отказаться от мяса. Мы сейчас просто поделаем на него, мы посмотрим, как дальше будет. Я не знаю, кто как, я на никакого внимания на это не обращаю. Нужно просто потребуется. Живем, говорите, я тоже, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. А там мистер Пиквик там все объясняет английский. Ну, наконец-то просто не он там сильно здесь. Ну, да. У меня понравилось, у йоты написано, там, говорят, сэсэнзэй, он фермиш, шпайсов. Ешьте несмешанную пищу. Я винегреты никогда не ем. Мне отдельно помидоры, отдельно огурец, все, поврось. Я его вкусы знаю. А вот это мешанину разное, да еще со сметаной где-то или чем-то, не принимаю. А вот это посмотри, да, да. Это посмотри, тоже Николай Дроздов, который там по животным, по всем этим. Да, он сыром, он и нет. То есть, он такой худенький, он у меня там уже много лет вегетариан. Он сейчас вообще, то есть, говорит, я как кушаю. То есть, четыре овощи, там, фрукты выбираю в месяц. Нет, перец там, значит, только перец, помидор, значит, только помидор. И то есть, вот так. Он говорит, меня называют вообще им бессмерт. Я говорю. Он, он очень интересный человек. Иногда на это смотрят и начинают уже все там и хлеб, дрожжевое нельзя и молоко нельзя. У нас мама просто решала, что душа твоя принимает, то и ешь. Я тоже, как вы так стараюсь, это просто все равно на музыку готовиться по-другому, на то, он по-мяскому есть, я просто пытаюсь отказаться от мяса. Мы сейчас просто поведаем на него. Мы посмотрим, как дальше будет. Я не знаю, кто как. Я никакого внимания на это не обращаю. Нужно просто потребуется. Живем в Гритедосе, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Это мистер Пиквик там все объясняет. Англия. Ну, наконец-то, просто не он по-русски. Ну, да. Мне понравилось. У Гёте написано там, говорят, сэсэнзи он фермиш с шпайсом. Ешьте несмешанную пищу. Я винегреты никогда не ем. Мне отдельно помидоры, отдельно огурец. Все, поврось. Я его вкусы знаю. А вот это мешанину разная, да еще со сметаной где-то или с чем-то не принимаю. А другой, посмотри, да, Смотрит тоже Николай Дроздов, который там по животным, по всем этим. Да, он сыром, он и нет. То есть, он такой худенький, он там уже много лет он ветеряет, он сейчас вообще то есть, говорит, я как кушаю. То есть, четыре овощи, там, фрукты выбираю месяц, перец, значит, только перец, помидор, значит, только помидор. Он говорит, мне надо давать вообще бессмертно. Он, он, он очень интересный человек. Я покажу, это мать этого, которая белой был. Вот она. А что же? Аня, у него на крыше целый день там пшеницы много для голубей. Угу. Вот так. Володя, там подними маленько, покажи, кто сидит на гнезде. Сейчас откроет там это, посмотрите, вам будет видно потом. А, нет, это потом только на этом, на снимке. Потом. Так, слушаю. Вот еще написание, еще вопрос. Кто примет дитя, не принимает? Можно ли это понимать за усыновлением? Или как вот это вот? Это шпакование, не учительное. При чем тут это усыновление? Одно такое дитя. Ну, тебе тоже надо понимать, что подобное такое. Одно такое. То есть, не злобивое. Говорят, ну, вот видишь, а если бы там сын Пилата был? К Пилатому сыну не относится это, потому что это были еврейские дети, они обрезанные, по-нашему сказать, крещеные. Вот, допустим, мы считаем первое, Коринфянам, седьмая глава. Откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа, если муж не верующий? Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. А как, как святы? А то, что одна половина, если верующая, и она крестила ребенка, и дети святы. как обычно жена, крадущая от родителей, отец коммунист, она вот там где-то бабка покрестила все-таки. Ну, сейчас говорят некоторые, меня крестила бабка тайна где-то. Вот это, почему дети святы? Дети святы, потому что они освобождены от греха первородного, и все. А как сейчас, кто примет дитя? Как это, кто примет дитя? Какого дитя? Я снова возвращаюсь, упустили. Дитя, которое было у Христа на коленях, брал он. И он говорит, кто примет такое дитя? То есть, духовно, которые дети, люди, которые не злобуют, будьте как дети, он же пояснял до этого. Если не будете как дети, не войдете в Саджество Небесное. Нужно быть не злобиумом. Главное, это не злобие, не злопомнение. Злопомнение делает подобным демону. И чтобы принять. Принять его, то есть, посчитать его своим. А усыновление, нигде там речь. Ну, желаешь, пожалуйста, это хорошая мысль. Хорошая, но кого ты возьмешь? Что ты будешь с ним делать? Я знаю, которые усыновляли, еще дальше получалось. Вот я в лагере был когда, и там бывает охранница, у которых детей нету, а которая там рожает, она тут же отказывается, пишет бумагу и все. Ну, ребятишки, хорошая. Хорошая, все. Как 16 лет, или 14 исполняется, как делается, как совершенно другой подмена. И бежит из дома, тащит все и все. Все-таки яблоня, яблоко от яблони далеко падает. Я только один случай слышал, я его не видел. Я у бабки у одной жил, ну, как же она, это жили мы в Искитиме, вот, и у ней дочь вышла замуж, она была за офицером, не было детей, и они у ребенка одного взяли, взяли из детдома, ну, видно, что хорошие родители было. И она мне рассказывала, ребенок удивительный, такое послушание, ни у кого, у которых родные дети не были, учится замечательно, кончил институт медицинский, по глазам, так бабки, все, которые старые операции делают, души в нем нищают. Не родной сын, совершенно не родной, никто этого бы не знал, если она мне не рассказала. Вот так. Мне понравилось, как в джазке Столкер, тоже слышали про усыновление, сказали, что это очень хорошее, доброе дело. Дороже, говорится, дело этого, может, трудно найти, но ты должен просчитать, как что будет. Тем более, сегодня семенальные юстиции, да не родное дитя, и что с этим будет. Это надо десятки раз высчитать. Это не то, что кусок хлеба зашествел, я его выкину, никуда не выкинешь. И что дальше будет? А ему кто-то как-то скажет, неродной, и поэтому, ну, мало ли этих. Он именно говорит, что ему надо обязательно сказать, что он на моем приеме, чтобы тайны не было. Он как-то так, на смысле, чем написано, в жизни. Я опыта не имею этого, и, конечно, если не знает, и никто не скажет, или скажет уже, когда он будет взрослый, но это большая разница. У него будет чувство благодарности, и даже он никогда не будет, и скажет, а эти родители у меня роднее родных. Не та, которая родила, а которая воспитала мать. Нет, это вот как сейчас принято, не говорить, это правильно. А уж кто-то там шепнет где-то, ну, на нем это и будет. С какой целью, сказал? Повредить отношениям с родителями. Это вопрос сложный. Экстракорпоральное вот это оплодотворение церковь осудила, и все-таки допускает причащение. И мы должны прислушиваться, что церковная священноначалья московской патриархии сказала. Для меня это закон. Я вижу, сидят там люди, которые духовно рассуждают и понимают. Мне не надо мудрить. Вот начинают об ИНН, где церковное начальство уже все это объяснило. И Алфеев там, митрополит Аталарион говорит, и Кристианкин. Это не печать антихриста, но свободный выбор твой. А я отвечаю... Да. Вот вы, кстати, начали на момент. Сказали мне как раз этот вопрос. Вот Василий такой был, он не помню как. Не помню как. Вот он все-таки не умеет, и в этом патриархии не надо. Ну, Авель, Авель ездит, монах. Авель. Ну, вот, ну, какой-то Василий чего-то не жил. И вот он, как бы, объясниющихся людей, он им вопрос издает, кто там, и они говорят, да, отцепляет именно от нас, кто-то, он отца идет. И вот просто он священник, да, вот так делает. А после Афилактики Балгарскому толкование какое нашла, то есть объяснование, он толкует, что ИНН запрещает слушать речи бесов. То есть, даже когда там через людей говорят, о нем и так далее, то есть, они могут где-то сказать правду, но подмешать по поводу и то есть мучить, получается. То есть, нельзя священник. Толкование Афилактики ИНН очень трудно с натяжкой подвести, потому что его не было там. Но смысл понятия, нету антихриста, нет печати, весь ответ. Но, если можешь, упрись, не принимай. Я даю один ответ. Я никакого значения ИНН не придаю, но когда оказалось, что я уже 15 лет преподаю в университете бесплатно, и ректор ко мне очень расположенно узнал, там такая сумма. Я подошел к окошку, только ИНН принять и получить, я отторвался и ушел. Я бы выиграл процесс, подал на них, если это незаконно. Я не стал разговаривать даже. Я себя испытал. Понесу это, нет? Да даже нет. Ну, так не важно. Да. Ну, представь себе, они меня везли все время преподавания по профессорской ставке и еще с какими-то надбавками. Представь себе, это за 15 лет я бы сколько получил. Ну, я повернулся, даже ректору потом и не сказал, что я не получил. Ну, как моя бабушка интересно говорит, мамушка, говорит, если ты где-то деньги потерял, у тебя что-то, какая-то у тебя потеря произошла, если ты чувствуешь, что ты в печенье начинаешь ходить, то скажи такие слова мне, Господи, принято как жертву. Да. То есть, она не доставила. Хорошие слова. Это житие Василия Нового, у него был Григорий, он ученик его, вот когда там видение было в Матарсах, и вот он нашел пояс, пояс какой-то, я не знаю, что за пояс красивый и ценный-то, но и нигде не объявил. А Василий сказал, потеряешь больше, так и получилось, и пояс потерял, и еще ущерб какой был. Я как-то ехал в машине, а мальчишка сидит, и такой телефон у него, он в лагере у меня был. Ребята, большие уже лет 12, и телефон, видно, богатый-то, ну, богатый что означает? Это разные там навороты. У меня-то вот этот подарили, у меня даже такого нет, я не знаю, видно, не видно будет, вот какой он, вот он какой, весь здесь, ну, открывается. А я, пальнее, мальчишка сидит и играет. А я говорю, откуда у меня такой телефон? Отец говорит, он таксист, кто-то забыл. Ну, я куда отдам? Я говорю, пока не сломал, дай объявление. В таксопарке и везде. Ты освободись. Я сам шел, и гляжу, на площади лежат часы. Хорошие часы. Посмотрел, никого нет. Я перекрестил их, не двигаются, взять можно. Не сатана. Я его взял, а тут прям рядом отделение милиции, я зашел, а со мной шли люди. Ну, и сразу сказал, я нашел, ну, а куда мы с ними? Понятия не имею, вы за это отвечаете. Я положил на стол и пошел, их меня даже упрекали. Да они же их присвоят, а присвоят это они, не я. Я совершенно свободен. Любую найденную вещь я замучаю, всех буду столько объявлений давать. Везде. То есть, если ты уже, Наташа, не раз, находил деньги, то есть, если бы нет, деньги ты нашел, их взять, можно просто в церковь отнести. Лучше перепрыгни. Это есть очень хорошая рассказа у Льва Толстого, и в житиях есть такое. Он взял их, взял, не деньги, не рубль, а лежит там котел с золотом-то. И он, брат один, перепрыгнул и побежал дальше, а второй дошел и забрал. До которой перепрыгнул, тот дальше уже жил нормально, а этот взял деньги, на эти деньги нанял человека, нашел хорошего, который построил дом для детей, приют, построил храм, построил там все, что церковь обеспечил, мне все дал, и когда они вернулись, то от этого, говорит, ангел отвернулся даже. Так он уже плакал, да я что плохое сделал, я ни одной копейки себе не взял, это все не твое. Не твое. Вот этот прыжок брата, который через котел, он дороже, чем все от основной ты делал. Ну, может быть, это как в притче. Ну, я для себя имею эту установку, никогда, нигде, ни одного рубля, ни в лотоне играть, ни в лотерею, нигде. Это не мое. Бог ценит мой труд, мой пот. Я утирался когда, вот. Вот это все с пирамидой, на вроде, тут прошло, что-то, вот это все не убивалось. Да, это не наше. Просто нужно на это совершенно смотреть, не то, что я подвиг сделал какой-то, а мне это не нужно, и все, бывает так. Они на ниточку положат деньги там, и где-то сидят, а ты взял, она потянулась, или бывает взял, ой, а тут впереди идет, и говорит, я где-то деньги потерял, ты вот они, а ты взял, ой, да это не все тут деньги, все, что есть у тебя вытащат, и не рад будешь, что взял. Это мошенники специально делают, подбрасывают, а потом смотрят, кто принял, а потом из тебя все вытряхнут. Ага, лучше пройти мимо. Мимо пройти. Перекрести его, и шагай дальше, иди. Не гляди. Я вообще думаю, интересно, если вы просто неделю говорили, скажи, может вам понравится, но самое так и есть, он называется инструкция, без смерти, что такое, то есть, что делать, если ты не верн, то есть, как душа выходит, то есть, если что-то увидел, не доверяйся сразу, то есть, ты не знаешь, от Бога это не от Бога, это так интересно говорит, что, например, часть Царства Небески, она не заполнена, там ни одного нету жителей, сейчас есть Татаррай, а когда уже будет Воскресенье Христово, а Тоди будет уничтожен, будет выброшено из озера огненное, то есть, будет плачь, скрыть любых, а те жители рая, они уже с подобными Царствами Небесками, то есть, вот так. Это Данил Сысоев, инструкция для бессмертных, его книга. Данил Сысоев это. Ну, суть-то в чем, вопрос-то в чем? Ну, как бы, у меня вопрос, это интересно, что Царствы Небески, сейчас ни одного выделя нет, а только вот сейчас если кто-то подает, это в рай-то подает, а Царствы Небески еще выше будет после Второй пришествия. Понимаете, хорошие слова, я никогда к этому не присоединяюсь, я могу закрыть глаза и сказать, не знаю, я не знаю, потому что глаз не видел, ухо не слышал, а что Бог приготовил, и поэтому иеговисты те знают, где 144 тысячи у них будет, я могу сказать, я этого ничего не знаю, не знаю, а написано так, что имеют жизнь вечную, а где до суда находятся они, что там, святым показано было, но это только в видениях, Библия об этом умалчивает, она показывает откровения для будущего, там с пальмами, ветвями, гусли там у них, вот, и это тоже все духовно понимать надо, это запредельно далекое, я никогда не соучастник этих разговоров, я знаю, что я грешник, и на этом все, которого спас Господь. Ага, это у меня есть толкование откровений, и там по Библии написано, сколько размеров в царском весе, какие врата, и он так описывает, то есть если прикинуть эти размеры, то есть если много, то в царском весе получается по размерам сломит, если так. Ну может быть и так, может быть и так, откуда я знаю, не надо это понимать. Это человеческие меры, и Божьи это разные, как и время. Один день, говорит, тысяча лет, ну еще сравнивать, один день и тысяча лет. А если бы это Петр не написал, никто бы про это и не знал, там, Давыд немножко упомянул. Нет, это не моя тема. Я практик на месте, что я видел, и как выйти из этого положения. Как начать работать, и что можно поправить, пока я живой на том участке, который мне Бог доверил. Он меня искать будет здесь. Он не будет меня искать в епископских комнатах, а именно вот здесь. Игорь Михайлович, вот у вас мало говорится о некрещенном разбойнике, то есть некрещенном разбойнике, который нашел Царство Инвестное, то есть суперсоверник. Да. То есть, ну он же не был даже подрезан. Как он тогда? Не был, потому что и церкви не было, не забывай это. Иные говорят, что кровь, в которой вода брызнули из ран Христа, это для него как крещение, но это разговор только. Христос сказал, вопрос снятый. Все. Иоанн Затаус это обыгрывает очень хорошо, правда, в отделе с Пурио, когда святые там кто, вошли, а там один разбойник. А зачем ты зашел? Ты что-то воровать пришел сюда? Ну, то есть, на него как бы разыгрывает это. Не знаем. Христос сказал, и все. И вопросов никаких больше нет. А он не крещен был. Не крещен, и церковь приняла такое выражение крещенной собственной кровью. Их брали, арестовывали, и не до крещения было. Сразу их казнили. Сразу. Не означает, что они не спасенные. Воины, 40 мучеников, когда загнали их в воду, ну, и все, один стражник забежал потом на место отступника, и что, он не крещен и погиб? Да нет. Это не так. Это в нормальных условиях, когда человек обратил. Бывает так, верующий говорил ему на фронте, тот обратился, покаялся, и сразу в сражение или где-то его убило и прочее. Так что мы не связаны этим. Господь меняет порядок вещей. Он господин. И раз сказал, в раю будет, значит, в раю. А вот насчет спасающих, потому что столько много как бы иудеев, а получается, что спасаются как остаток. Иудеи, в последнее время, которые обратятся, или еще это в евреях, то да. В последнее время, когда примут на Тихреста, они воцарят, и он на них поднимет гонение. Они увидят, что это не он, обманщик, и даже не обрезанный. Такое есть мнение. И вот этот остаток, они сделаются истинными, подлинными христианами, которых он убьет. Это мученики-евреи. Вот это остаток. А если на наши дни перенести, то вообще-то взять массу людей, то это спасающихся гораздо меньше? Ну, так и есть. Много званых, мало избранных. Много и мало. Вот у нас, которая православных исследовала здесь, кандидат на Устье Пенникова, на 300 крещеных, моченых в церкви, только один в церкви считает, один. 0,3 процента. Ну, какой это? Это никакой. Я сейчас вам про женщину-то говорил, вот, которая там, ее дочке-то, хороший там парень-то был, врачом-то. Улита Григорьевна, я забыл ее звать как, я у нее на квартире жил. У нее большая трагедия была, мужа на операции зарезали. Сыну было 18 лет, и такая, на большом, в холме, ну, насыпанный холм, стояла башня, а там вверху у нее утолщение, как болт такой, водонапорная башня. Их туда подняли, выдвинули, машину не закрепили. И машина пошла двое, и ударила об асфальт, и он сразу погиб, сын. А дочь вышла замуж, один сын залез в петлю, его, правда, спасли. И она осталась одна, на большой доме. Разные шумы, шорохи, ночью кто-то ходит. Прямо слышно, я жил там потом с моей сестрой, и она это все слышала. Нападки эти. И когда мы с ней познакомились, она меня на квартиру пустила, потому что слышала, когда я проповедовал, она сильно хотела, чтобы я в ней жил. И я в ней жил, она сама поехала куда-то, и я оставался один. А один оставался. Сестра уехала тоже. На меня сатана там нападал. Вот я сижу, конспектирую златоуста, и в это время, как холодом всего обдаст. И мысль такая, мне кажется, волосы. Волосы были везде, у меня густые такие, кучерявые. И кажется, волосы все поднимаются. И мысль идет, я сейчас нападу на тебя, ты садешь с ума и ударишься в окно. Я сразу на колени. Молюсь, пока жар мне обдаст. Он нападал несколько раз, а вот только свет потушишь, я на тебя нападу. Это мысль, я ничего не слышу. А мысль прямо бьет это. Вот теперь в огород идти, там сарай, свет включай. Теперь я свет никогда не включаю, и жду только в темноте. То, что мысль приходит, я делаю все напротив. И сразу выключаю, ложусь спать. А я засыпаю, ну минут, минут говорю, секунд двадцать, и я уже уснул. Я выжатый весь, сон короткий, там до трех, не больше трех часов. И он ничего не мог сделать. И недели две вот эту горячку погнал, сатана отошел и по сегодняшний день. Ну, я тоже рассказываю, когда было два, два, три, прям ночью, начинайте. Такое ощущение, я сейчас недавно, я думаю, что у меня какого-то душу из тебя пытается вырнуть, вот прям так вот. Это неописано, это невозможно с ними словами писать. Я просто понимаю, что я сейчас либо умру, либо мне придется стать, ну как бы, Бог взывать. Я просто пойдем, но очень смотри, он до воскресенья Бог. Да. Прям. И все, и оно вот уходит, уходит. Или вот прям, иногда даже будет такое, что, чувствую, что это вот, чуть-чуть неприкосновение. А потом даже иногда такое вот как, то есть ты что-ли не спишь, и такое прям слышание, как будто кто-то спережечек, или период, что-то такое. Я понимаю, что в таком, ты не спишь, то же время спишь, я на самом деле, Псалом 26-й на тот момент, что, кого я буду бояться, ну то есть, по такой смысле, себя стоять. Кого я боюсь. У кого я боюсь, вот эти начальные слова, как человек может пустить, перенести, и вот ты понимаешь, что такое состояние пограничное, и оно отходит, отходит, то есть вот словами писания, да, слова писания. Да. Вот я знаю, одна немка была, она рассказывала про себя, ей так же подходил и душил, взял, говорит, одеяло, вот так вот ей прямо душит, и я говорю, только я спал, я ничего не могу сделать, я тогда стала, кое-как, говорит, продохнул, говорю, меч Господа Егидеона, это когда Егидеон воевал-то, она молитвы-то не знает, меч Господа Егидеона, он сразу оттолкнул, знаю, меч Господа Егидеона, и зашлепал, и обратно вышел. Мне рассказывает герой веры, Александр Иванович Устинов, он всю жизнь прошел на войне, это железо человек, только легли, говорит, я, говорит, слышу, дверь хлопнула, дверь закрыта, как будто открылась и закрылась, и топает босыми ногами-то. Я, говорит, смотрю, заходит лохматый, заходит, берет одеяло, и тоже начинает душить. Ну, я думаю, по душе посмотрю, какая у тебя сила. Он нисколько не боится-то. Знаю, знаю, молитвы считаешь, он, говорит, бросил и пошел обратно. Я неоднократно от разных людей слышал, не русских, там в Латвии был, которая, я, говорит, вижу, когда я шла, говорит, мимо танцоплощадки, ну, и танцует, я, говорит, посмотрел, а там парень с девушкой прямо вписывается друг в друга-то. Я так смотрю, ну, так не танцую, так лежу, а за ними стоит, раза в четыре выше их ростом-то и прилепляет друг к другу-то. Я, говорит, как сотворила молитву-то, и вдруг, говорит, он ха-ха-ха, захохотал, говорит, и в дыме стал подниматься. Никто этого не видит. Она очень верующая. Вот днем, ну, не днем, вечером. Вот так. Я вот, по милости Божьей, никогда не слыхал и не видал, только вот это ощущение приближения было, и больше ничего нет. Ни одного слова не слышал. Ну, не слышал, просто, видимо, психика крепкая или вера маленькая. Ну, вот когда он вот это вот гнал горячку, я уже нигде не включал ничего. Вот сестра все слышала, и где говорят что-то есть, я обязательно напротив буду делать. И все с молитвой. И как будто никогда ничего не было. Все. Все у вас. Прощаемся, наверное. Все, все, ладно. На каплите еще, мы уже лимит исчерпали. Мы сегодня думаем Новый год, и ночь, за нами, чтобы заехали пойти, главная елка в крае. И там за полчаса походить, поснимать и увидеть. Может быть, будет ролик, если мы поедем. Посвидетельствовать, там пораздавать, Евангелие возьмем. У вас, брат Владимир, наступающий, можно, да, подбирать? Ага. Ну, мы Новый год ни за что не считаем, но все-таки он есть. Под общим-то потоком, и мы идем, не работаем в этот день. Ну, с Богом. С Богом. Все, ладно. С Богом. Слава Богу. До свидания. До свидания. До свидания. Вышла сама. Хороший разговор, приятный. Молодец, она мне нравится. Спокойная, вопрос, или на нее напад. Она все выдерживает. Будем надеяться, что Бог сохранит ее. Да, слава Богу. Субтитры сделал DimaTorzok.